Юрий, только вот США в Афганистане потратили в разы больше денег, чем в Украине, как это понимать в таком случае? Да таки понимать, что имея большее стратегическое значение, Украина при меньших затратах для Штатов просто обернулась джекпотом с точки наведения фокусировки на их интересах Европе и ослабления России. Вот и все. Вот бывает такое, что это только показывает, что Штаты тоже принимают какие-то неэффективные решения, но не какие-то конкретно неэффективные решения, которые привели к тому, что 2 триллиона долларов были слиты в унитаз. Ну хотя, как в унитаз? Их же все равно осваивали американские компании. Нужно понимать, что прежде всего на этом зарабатывали ЧВКшники американские, Халь Бартон и прочие гиганты. Поэтому американцы остались при своих. Я не думаю, что они могут расстраиваться. Другое дело, что действия в этих регионах, на Ближнем Востоке, в Ираке, в частности, в Афганистане, привели к тому, что создалась ситуация, которая привела к тому, что Штаты начали воспринимать как необязательного союзника. Вали Насар «Необязательная держава». Книга, которую я вам всем советую почитать. Ричард, бывший дипломат из Госдепа, а может он и сейчас в Госдепе, не знаю. Но он работал в команде Ричарда Холбурга, специального представителя по Афганистану и Ближнему Востоку. И как раз очень хорошо описывал, как тогда в нулевые, в принципе, Штаты своими неудачными действиями подрывали основы своих позиций на Ближнем Востоке и в Южной Азии и так далее, в отношениях с Пакистаном, с Афганистаном и всеми остальными.